А теперь мы хотели бы привести одну историю о терпеливой женщине. Это повествование ведет один из египетских проповедников. Он говорит, если бы я сам лично не был свидетелем этой истории, то воспринял бы ее очередной выдумкой. Женщина из общины пророка Мухаммада показала, что и в 20 веке есть люди, практикующие терпение, достойные пророков. Родилась эта женщина в одной из египетских деревней. В 18 лет вышла замуж. Через 2 года она родила единственного ребенка, который в 4 года скончался. Она проявила терпение в горе, ожидая награду от Аллаха. В 1967 году постигла ее болезнь, когда внезапно она почувствовала резкую боль в животе. Ее срочно доставили в центральную клинику данной области. После обследования специалисты диагностировали непроходимость тонкого кишечника и решили врачи произвести срочную операцию с удовлением части кишечника. Но после операции больная не почувствовала какого-либо облегчения. Через 6 месяцев врачи пошли на повторную операцию с резекцией нового участка кишечника второй раз. Через 6 месяцев была произведена третья операция с удалением другого отдела кишечника. Только после этого выяснилось, что эта женщина страдает серьезной и опасной болезнью от суберкуленно-внутренних органов. Лечащие врачи пришли к выводу о бессмысленности последующих операционных вмешательств и вынесли решение о переводе ее лечения на различные лекарственные препараты и инъекции, делив с тем самым ее судьбу Всевышнему Аллаху. Эта женщина проявила и на этот раз стойкость перед постигшим роком. Ее поместили в последней палате номер 14 в одном из отделений этой больницы. Несмотря на происходящее, ее язык не перестал упоминать Всевышнего. Восхвалят и возвеличивают его величие. Затем произошла следующая атака болезни, поразившая весь кишечник. Затем процесс захватил правую почку. Через какой-то промежуток времени она перестала функционировать. Затем болезнь поразила маску. Затем костную систему. После чего кости стали слабыми и хрупкими. Затем она полностью ослепла на правый глаз. Посмотрите на эту череду несчастья и испытания. И каждый раз она проявляла незаурядную стойкость, как поведал об этом ее лечащий врач. Каждый раз она обращала свой взор к небу и говоря, «Аль салиду лилля, слава Аллаху». Гора терпения. Удивительно. Начиная с 1967 года, она не покидала от своей постели. Через 6 лет ее оставил муж. Она потеряла ребенка. И все это время она смиренно ожидала награды от Всевышнего. Удивительная история. Настал 1985 год. Незадолго до наступления сезона хаджа Большого паломничества. Эта женщина все разрешила совершить в этом году паломничество к Священному Дому Аллаха. К этому решению она пришла прослушать одну из лекций, записанных на аудиокассете, посвященной хаджу. Она была полна решимости осуществить свой план. Как же это? Она сообщила об этом своему врачу. Он не шлупнулся, сказав, «Это невозможно». Она ответила, «Я крепко в своем решении. Я полагаюсь на Аллаха». Тогда остальные врачи стали разъяснять ей, что стоит лишь покинуть свою кровать, как она в тот же момент расстанется с жизнью. Но она настаивала, сказав с убежденностью и ясностью, «Хочу встретить Аллаха, и я в поклонении Ему». Она согласна была оставить этот мир ради поклонения Всевышнему, вознамерившись совершить хадж. Нашелся среди врачей доктор, поддержавший эту женщину в ее решении. Он не прекращал молиться за нее в своих мольбах. Настал назначенный день отправки. И была машина, на которой собирались переводить эту женщину до Каирского аэропорта. Вокруг нее собрались врачи, чтобы осуществить ее системы, поддерживающих жизнедеятельность этого ослабленного организма. Удален первый зонд, через который производилось питание, начиная с 1967 года. Удалена вторая трубка, катетер из муча выводящих путей. Третий, четвертый зонды были отделены от этого немощного тела. А окружающие врачи ожидают, что в первую же минуту отлучения от искусственной поддержки организма, женщина расстанется жизнью. Но она улыбается и разговаривает. Она рада, что сможет отправиться в священный хадж к дому Аллаха. Ее везут на машине к аэропорту. Самолет везет к священным землям, где она совершает последовательно все ритуалы правомничества, тем самым совершив один из столбов ислама, благодаря поддержке Всевышнего, говорящему «чему-нибудь быть, и оно так и бывает». И все это время эта женщина плачет и благодарит Всевышнего Аллаха, что он помог ей посетить его дом, а затем отправился в лучезарную Медину для навещения мечети пророка Саллаху Алейхи Салям, где она посетила могилу пророка Алейхи Салям и поприветствовала его. Затем она вернулась опять на родину, чтобы второй раз занять свое место в больничной койке. И тогда она впервые попросила ученого шейха, рассказавшего эту историю, посетить ее. И он говорит, «Я направился к ней вместе с несколькими друзьями, задавшись целью напомнить ей об Аллахе. И клянусь Аллахом, пошел напомнить ей об Аллахе, а получилось на деле, что она напомнила мне о нем. И я покидал ее с чувством своей ничтожности и моих дел, перед Всевышним. После того, что я увидел в этой женщине, удивительная женщина, ее язык не переставал поминать Аллаха, не устает восхвалять и возвеличивать его. И вот, за четыре дня до своей смерти, она приглашает меня. Она скончалась в среду 10 апреля 1996 года. Она пригласила меня в последний раз навестить ее. Я посетил ее со своими друзьями. Вошли к ней в палату, она спросила меня. Почему же у вас так долго не было? Я извинился за отсутствие и спросил. Как у вас дела? Отвечая, ассамбюль и бля. Слава Аллаху. Удивительный ответ в ее состоянии. Посмотрите на ее палату. Как я упомянул, ее палата самая последняя в коридоре. Она разделила ее перегородку на две части. Первая в качестве мечети. Вторая для койки. Уколо себя она поставила ящик для сбора пожертвований для неимущих больных, нуждающихся в материальной поддержке. Тут же рядом стоит шкаф с религиозными кассетами и аудиомагнитофон. Эти кассеты она раздает желающим из врачей и медсестерам. Удивительно в ее положении, и она продолжает призывать людей к Аллаху. Клянусь Аллахом, это и есть жизнь. Это и есть настоящая, полноценная жизнь, в отличие от многих небрежных, купающихся в благах и здоровья. Она призывает других через кассеты, призывает через подаяние, призывает к добру врачей, призывает больных и нуждающихся. Вся ее жизнь наполнилась смыслом и поклонением. Ее язык поминает Аллаха. Сердце полно благодарности, тело только перед несчастьем. Прошу Аллаха за эту женщину, чтобы он простил ее и записал ее среди шахидов, мучеников за веру, потому что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сообщил, что кто умер по причине болезни живота, тот шахид. Этот хадис в двух стрихиках от Абу Гурейры. Спасил пророк, салаллаху алейхи вассалям. Кого вы считаете шахидами среди вас? Ответили. Кто погиб на пути Аллаха, тот шахид. Сказал пророк, салаллаху алейхи вассалям. Клянусь Аллахом, когда шахидов в моей общине окажется мало, кто убит на пути Аллаха, тот шахид. Кто умер от чумы, тот шахид. Кто умер от болезни живота, тот шахид. И в достоверном хадисе, кто утонул, тот шахид. Также в достоверном хадисе, женщина погибшая из-за родов шагида, это милость от скидывающего Аллаха. Прошу Аллаха зачистить эту женщину у себя шагидой. Также прошу его за всех мусульман и мусульманок, прикованных к постелям, страдающим от невзгод и болезней, сделать излечение их облегченным. О Аллах, излечи наши болезни и болезни мусульман.